Добрый вечер! Это новости в студии Евгения Нефанова. Сегодня в Омске. Перевозчики против бухгалтерии. Когда мы всех этих людей оформим к себе в предприятиях, у нас тариф будет не 22, а 42. Как рассчитать тариф на проезд? Депутат спешит на помощь. Живут в основном люди преклонного возраста, пенсионеры, и им не по силу нанять и грейдер, и камаз. Кто убирает снежные глыбы? При девятом царстве. С этих слов начиналась практически каждая сказка, которую в детстве читала нам бабушка или мама. Где можно окунуться в сказочный мир? А также новости спорта. Сегодня настоящим местом для дискуссий стал зал региональной энергетической комиссии на Красном пути. Криками и аплодисментами сопровождали заседание общественного совета. Масса эмоций объяснима. На суд, перевозчиков и журналистов вынесли новую методологию расчета тарифов на перевозку всеми видами транспорта. И больше всего внимания уделили, конечно, частникам. Пора им выйти из сумрака. Так начал свою речь председатель РЭК Олег Голубев. Маршрутчикам необходимо создать прозрачную, как для комиссии, так и для пассажиров, отчетность о доходах и расходах. Иными словами, нужно обязать предпринимателей вести бухгалтерию. Это и легло в основу новой методологии расчетов. Представители частных перевозчиков тут же возмутились. Федеральный закон, который был в учете, он говорит так. Нам не то, что разрешено, а предписано не вести бухгалтерский учет. А для того, чтобы его вести, мы все говорим о бухгалтерах. Я немножко транспортник, еще немножко аудитор. Нам нужна служба эксплуатации раз. Нам нужна техническая служба два. Нам нужна бухгалтерия три. Нам нужен технический отдел, который будет считать нормативы, пробеги, шины, износов частей и так далее. Когда мы всех этих людей оформим к себе в предприятиях, у нас тариф будет не 22, а 42. Вот это тоже надо учитывать. Припомнили перевозчики и затянувшуюся судебную тяжбу, из-за которой еще в начале марта тариф должен был снизиться до 18 рублей. Между тем, решение суда не может вступить в силу, ведь его оспаривают в Верховном суде, где и поставят точку, какой именно приказ РЭК будет действовать для омских маршрутчиков. По 18 рублей или по 22. Вы снизили тариф, там, прокуратура или кто-то другой, неважно. Суд принял решение, можно спикнуть на кого угодно. Но на сегодняшний день муниципальный транспорт должен был и планировал выйти в горсовет с тем, чтобы тариф все-таки поднять к 20 рублям и сделать его более-менее реальным. У них тариф рассчитан, исходя из расчета, примерно 21 с копейками, 21 рубль. И город бы из бюджета доплачивал им рубль. Сегодня вот это решение, которое было сделано. Теперь город из бюджета, из кармана, в том числе вашего, будет доплачивать 30 с лишним рублям, 3 рубля 70 копеек. Если вы их раскинете на всю сумму, да, вот годовую, сколько будет выплачено, можно было взять порядка 30-40 автобусов новых. По оценкам Авито, по оценкам Дрома, по оценкам других, 600 автобусов Форд на сегодняшний день находятся на продаже. То есть люди не могут обеспечить кредиты, не могут обеспечить возврат заемных денежных средств и выносят их на продажу. Поэтому мы вот неотдуманными действиями можем вернуться в 2000 год, когда муниципального транспорта не было, а его скоро опять не будет. И не будет частного. Высказав взаимные претензии и понизив градусов в зале, представители РЭК, общественного совета и перевозчики решили создать рабочую группу. Формулу расчета проезда в транспорте выведут вместе. Ну а на улицах горячо и без эмоций, без резиновых сапог, просто никуда, лужи повсюду. А что делать, чтобы не утонуть в собственном доме? Вывозить снег из частного сектора в Кировском округе помогают общественники. Минную бригаду из пяти машин вместе создали представители нового города и департамента городского хозяйства. Снега в этом году выпало гораздо больше нормы. Если срочно его не убрать от частных домов, случится настоящий потоп. За уборкой снежных завалов наблюдали Светлана Урванцева и Артем Колесников. Сугроб даже не уместился в ковш погрузчикам. Затем, как проход к их улице расчищает техника, наблюдают местные жители. Во втором граничном переулке, или точнее граничном тупике, 20 домов. Если снег у Калаихоград растает, жилье затопит. Нам со дворов надо куда-то увозить снег. Куда? Мы возим на улицу снег. А улица у нас машина не пройдет, уже стало. С территории у своих домов жители частного сектора должны убирать снег сами. Вызов специальной техники, с учетом того, сколько здесь снега, может обойтись для каждого в 5-6 тысяч рублей. Сейчас машины работают бесплатно. Сэкономить помогло обращение людей в приемную общественного движения «Новый город». Второй граничный переулок, он очень узкий, проходимость транспорта очень низкая. К тому же, это очень дорогостоящее мероприятие. Живут в основном люди преклонного возраста, пенсионеры. И им не под силу нанять и грейдер, и камаз, или какую-то технику для вывоза. Да еще и решить вопрос с утилизацией снега. Вообще таких обращений уже более 30 поступило. Если эти глыбы не убрать, скоро в переулке разольется река. Из мест возможных подтоплений в Кировском округе вывезли уже 200 машин снега. Это только с 10 марта, когда сотрудники «Нового города» начали свою ежегодную противопаводковую работу. Обратились в департамент городского хозяйства. Ведомство помогло с пропуском на снежную свалку. «Новый город» предоставил недостающую технику. «Совместная работа с депутатом горсовета Кокорин Валерий Михайлович. Он любезно нам вторую неделю дает помощь, дает погрузчик, вот этот, который вы видите, большой погрузчик. Дает самосвал, плюс мы три машины своих подставляем». По заявкам жителей, которые самостоятельно не могут убрать снег у своих частных домов, расчистили уже больше 20 участков. В ближайшие дни технику ждут на Граничных и на улице 12 декабря. Светлана Урванцева, Артем Колесников, Антенна-7. В хлопотах о насущном не стоит забывать о вечном. В Омской области сегодня стартовал год литературы. Несколько часов назад в здании Омской филармонии завершился торжественный концерт, который ознаменовал официальное открытие. Лучшие произведения классиков русской литературы прозвучали в исполнении актеров омских театров. Приглашенные гости, чиновники, представители творческих объединений, работники сферы культуры увидели знаменитый бал Наташи Ростовой и из романа «Льва Толстого. Война и мир» услышали известную повость Александра Пушкина «Метель» в музыкальном сопровождении Омского академического оркестра, а также произведения других классиков. 2015-й в Омске будет насыщен литературными событиями. Первый крупный книжный фестиваль пройдет в день празднования Дня города. Состоится фестиваль для молодых и маститых писателей из разных регионов страны «Омская зима». Ну а репертуар омских театров насытят постановками по классическим произведениям. Кроме того, состоится вручение ежегодных премий имени Леонида Мартынова и Федора Достоевского. Ну а сегодня известные произведения литературы цитировали не только артисты. Журналисты Антоны Сим попросили и приглашенных вспомнить любимые строки. Есть такие слова, где линию фронта ломала навстречу смертельной беде. Верховная ставка бросала дивизии НКВД. Враг знал, что чекисты дерутся, не зная ни смен, ни замен. И в плен никогда не сдаются, считая признательством в плен. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с яблоном белый дым. Уведание золотом охвачено. Я не буду больше молодым. Я памяти к себе воздвигнет рукотворный. Не зарастет к нему народная тропа. Ну, собственно, в первую очередь, конечно, классики всплывают. Пушкин, Лермонтов и так далее. То есть, ну, в такой обстановке очень трудно. Спешите делать добрые дела. В колесах дружбы так привычны палки. В больницах так медлительны каталки. А щель просвета так порой мала. А ложь святая столько гнезд свела. Анчары гримируя под оливы. У моря все отливы и отливы. Хоть бей в синопские колокола. Пока сирень в глазах не отсвела. И женщины не трубят путь обратный. Да будут плечи у мужчин квадратные. Спешите делать добрые дела. Ну, а врасплох приглашенных, как видите, застать не удалось. Ответы на вопросы всегда есть у отличников. Лучшим омским студентам, обладателям сертификатов потенциального стипендиата общественного движения «Новый город» вручили именные стипендии. Отличников учебы, выпускников школ Левобережья и Старого Кировска отмечают и финансово поддерживают уже на протяжении 10 лет. С одним из героев небольшого, но приятного момента встретилась Марина Бугрова. Инженерная графика – предмет, который Алексей Кулаженко, студент первого курса СИБАДИ, любит больше всех остальных дисциплин. Чертить нравится со школы. А потому золотому медалисту подшефного вузу 149-го лицея не составило труда выбрать для себя будущую профессию. Я выбрал специальное строительство уникальных зданий и сооружений. Я буду, скажем так, проектировать здания высотные, большепролетные. Ну, я выбрал, потому что я по складу ума, технический склад ума у меня. Ну, мне трудно даются гуманитарные предметы, поэтому я решил пойти в СИБАДИ. Проектировать и строить уникальные здания и сооружения Алексей будет после окончания вуза. А пока этот молодой человек примечателен совсем другим. Он в числе тех, кто сегодня получает именную стипендию от общественного движения «Новый город». Право на это парню и его одноклассникам. Впрочем, как и другим выпускникам общеобразовательных учреждений Кировского округа, подарили еще на школьном выпускном. Когда молодой человек или девушка поступают в вуз, они получают возможность получить стипендию Омского регионального общественного движения только в том случае или если сдают сессию на «Отлично». Отличников учебы «Новый город» отмечает благодаря поддержке депутатов Омского городского совета Валерия Кокорина и Сергея Дроздова. В этом году стипендиатами «Нового города» стали 25 студентов. Все они окончили семестр на «Отлично». Сегодня Алексей, безусловно, пример для своих друзей и сокурсников. На вопрос, любят ли у вас отличников, коллеги по учебе с ответом не медлят. Учителя всегда их любят, а одногруппники тоже хорошо к ним относятся. Лешу я знаю уже полгода. Он всегда задает все работы вовремя. Чаще всего он задает раньше меня. И у него все работы довольно качественно выполнены. Иногда приходится смотреть его работы, как он выполняет. «Мы учим студентов все, что у нас окружает, именно рассматривать с точки зрения пространственных моделей. И когда вот это воображение развито, то, конечно, он будет хорошим и проектировщиком, и строителем. И я ему желаю, чтобы вот он знания, все, которые ему дают в институте знания, он все это впитывал». На что потратить свою первую именную стипендию Алексей пока не решил, но уже точно знает – она у него не будет единственной. Марина Бугрова, Данил Паршин и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Другим новостям. Омские продукты теперь можно купить в одном месте. Товаропроизводителям региона удалось объединиться под одним брендом, чтобы быть еще доступнее мечам. Сегодня первый магазин с омской продукцией торжественно открыли в деловом и историческом центре Омска на улице Гагарина. На 300 квадратных метрах разместили торговые павильоны с мясными и молочными продуктами, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, рыбой, овощами и фруктами. Натуральные качественные продукты по доступным ценам. На это власти, собственно, и сделали акцент. Планы грандиозные. Под общим брендом бизнесмены намерены покорить зарубежные рынки. В Омске же магазинов будет семь. Очень удобно. Рано в любое время придешь и на пути. Тут такой хороший большой магазин. Качество нравится. Конечно, еще ассортимент не весь, который бы хотелось видеть. Задача, конечно же, собрать самые качественные продукты. Продукты, которые имеют минимальную торговую надбавку. И мы сейчас говорили с представителями каждой из компаний-производителей по этому поводу. Некоторые специально здесь, как по рыбе, делают акцент на, по сути, оптовой цене. И, конечно же, самая большая задача – это выйти за пределы региона и продвигать бренд «Омские продукты» за пределами Омского региона. Появился в Омске и антикоррупционный комитет. Общественную организацию создали ветераны правоохранительных органов. Сегодня они рассказали, что решили стать посредниками между мечами и специалистами силовых структур. Часто у граждан нет возможности попасть на прием к руководителям ведомств. Теперь они могут обратиться в приемную антикоррупционного комитета. Она открылась в Омском общественно-политическом центре на Красном пути. Там специалисты примут обращение и передадут информацию в нужный отдел. Есть комиссия по борьбе с коррупционными проявлениями. Возглавляет эту комиссию губернатор области. И председатель комитета, нашего комитета, он будет являться членом этой комиссии. То есть те вопросы, которые граждане не могли пробить, будем говорить, лично, и не имели доступ на нужный уровень правоохранительных органов, вынести данный вопрос, они, естественно, обращаются к нам. И мы можем, если мы поймем, что действительно человек не мог добиться сам самостоятельно, мы можем вынести этот вопрос на комиссию. Юных омичей пригласили в путешествие по сказке. Необычная выставка открылась в генерал-губернаторском дворце Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля. Посетители ожидают путешествие «Игра по мотивам русских народных сказок», где им предстоит стать то помощниками героев, то самим перевоплотиться в сказочных персонажей. На открытии побывала Ксения Тойчкина. В 39-м царстве, в 39-м государстве жили-были. С этих слов начиналась практически каждая сказка, которую в детстве читала нам бабушка или мама. Тогда мы могли только представлять сказочные образы. Сегодня здесь, на этой выставке, можно в прямом смысле отправиться в путешествие по русским народным сказкам. Мука у нас есть, да, были муку. А дальше что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы колобок испечь? Мука есть? Тесто поставить, да, тесто замесить. Испечь колобка, вступить в схватку со змеем Горынычем, обхитрить бабу-ягу, спасти девицу-красавицу и даже набрать молодильных яблок. Композиция выставки выстроена так, что за час ее посетители побывают в гостях у десятков русских сказок. Первыми отправились в увлекательное путешествие первоклассники из 76-й гимназии. Я думала, в музее можно только смотреть всякие интересные вещи, а играть нельзя. Я думала, что так. Русские народные игрушки, художественные промыслы, иллюстрации из любимых с детства книжек. Лишь помощники в проведении экскурсии. Главное здесь не экспонаты, а само действие. Через игру дети становятся непосредственными героями сказочного сюжета. Одно дело, когда они сидят за партами, это изучают, а другое дело, когда они пришли и увидели все это, познакомились с этим сценом в музее. С другой стороны, подобные игры, вот такие мероприятия, они помогают прожить ребенку, постигнуть мир нашей родной, ребенок русской культуры. Идея создания этой выставки гораздо глубже, чем просто развлечение. По мнению организаторов, популярность русских сказок среди детей падает. Им все больше интересны иностранные мультфильмы. Дети очень плохо знают русские народные сказки, к сожалению. Если начинаешь спрашивать их, какие сказочные герои любимые, то они, как правило, называют героев зарубежных мультиков, мультсериалов. А героев русских народных сказок не знают. И поэтому наша цель, чтобы дети, некоторые дети узнали русскую народную сказку, некоторые вспомнили, чтобы повернуть детей, взрослых и педагогов к этой теме. И похоже, что с первой группой детей это получилось. После экскурсии любимыми вновь стали русские народные сказки и мультфильмы. А героев зарубежных они даже не вспомнили. «Колобок», «Богадир», «Три богатыря», «Илья Муровец», «Добрын Никитич», «Золотая антибиопа» и «Алеша Попович». Я очень люблю «Три богатыря», потому что я очень люблю героев, которые защищают мир. Тоже вспомнили свои любимые с детства сказки Ксения Тойчкина и Артем Колесников. «Антенна 7». «Авангард» завершил выступление в восьмерке лучших клубов континентальной хоккейной лиги. Подняться выше не получилось. Полуфинальная серия мячей с казанским «Акбарсом» завершилась в пользу команды «Татарстана». Судьба пятого матча с ним и всего противостояния решилась во втором периоде. Сначала две возможности были у хоккеистов «Авангарда», они их не использовали. Затем последовал натиск игроков «Акбарса». Они дважды в течение одной минуты поразили ворота Константина Барулина. Хоккеисты из Казани выиграли матч со счетом 2-0 и серию 4-1. В финале Восточной конференции «Акбарс» сыграет с Сибирью. «Авангард» завершил сезон на одной параллели с магнитогорским «Металлургом», московским «Динамо» и «Йокеритом». И это прогресс. Год назад мячи и вовсе не попали в число 16 команд, играющих в плей-офф. Впрочем, хоккеисты «Авангарда» нисколько не расстроились. Сегодня они выложили в интернет несколько фотографий, где они в самолете на пути в Омск радостно обнимаются и распивают напитки. И неудивительно, ведь вылет из плей-офф – это еще и начало отпуска где-нибудь на Карибах. Сегодня жители северных городов России и нескольких европейских стран наблюдали солнечное затмение. Самое большое за последние 15 лет. Оно продолжалось в среднем 1 час 45 минут. В Омске солнечный диск оказался в тени лишь на треть. И тем не менее, наш селеоператор Артем Колесников проследил вместе с другими очевидцами затмение целиком. Вот как это выглядело в ускоренном варианте. Стойте! Стойте затмение! Сколько времени? Через 3 минуты! Что? А вы сколько затмение? Можно посмотреть? Ну и последнее. В преддверии свадебного сезона в Омске пройдет ежегодная выставка праздничной индустрии «Ваша свадьба». Шоу-программа, новые коллекции, яркие презентации. Как провести лучшую свадьбу, можно узнать в одном месте в экспо-центре. А наш выпуск на этом завершен. Я желаю вам удачи и приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова